слава тебе боже слава сегодня 30 октября 22 года у нас гости мы друг другу опять пришли у нас это будет знаешь даже занятия у нас проходят а мы с тобой не заниматься будем вот и обеседовать просто будем с тобой отвечать на вопросы я тебе буду задавать ты мне она так интереснее будет я тебя ничего но и могу через спросить ответишь не ответишь и ладно я допрашивать не буду тебя я буду наводящие вопросы там задавать если что и все а вот скажите задание будете давать вот как мы первый раз встретились вы мне про по стихам там про лодку там помните про чудо да да только я знаешь чтобы хотел чтобы это не было с моей стороны как будто я тебе книжку раскраску дал и ты там не расскажешь ты непонятные места мне покажи хоть одно хотя бы для начала ветхом завете в новом завете не влияет и мы с тобой тогда будем разбирать я тебе дал тот вопрос который я увидел молодежь и что они вообще ничего не понимают и понял что надо разбирать здесь его а так то и для меня то все понятно понимаешь я я могу тебе вообще любой но как сейчас мы проходим это пособие евангелия от марка пособие сейчас мы его прошли вот это пособие и вот вывод там конечно сделан и это было там очень сложно этот вывод для человека господь за кого меня почитают вот ты вот понял о чем речь идет или нету ты там ничего не сказал значит понял о чем речь идет по почитают смысле за кого так смысле за кого вот именно ты за кого почитаешь христа за бога спасителя за бога спасителя а рядом с тобой который в храме стоит за кого почитает его а вот он учил верь понятно теперь понятно вот вот когда ты ты слышал сегодня господь говорил как как раз что оглашенные это не суть спасенные слышал за не было толкование когда марка читали толкование в самом начале оглашенные несут спасенные вот ты оглашенный ты приблизился господу и это не значит что ты спасенный то есть надо все равно стремиться господу чтобы тебя чтобы ты понравился богу ну понятно господь на тебя призрел уже чтоб ты понравился братьям сестрам понравился но должен быть принципиальным вопроса к слову божия понимаешь и тебя и старые малый будут бить в голову в спину и грудь как мне пробиться к тебе оглашенный тропинку к душе проложить будешь ли дьяволу часто мишенью старое все ворошить проповедь проповедь сделай снарядом хлебом насущным водой снарядом понимаешь что такое снаряд проповедь нет какие качества у снаряда вот тебя больше всего поражают снаряд понимаешь что такое что снаряд до болванка стальная болванка летит с большой скоростью но она не только болванка бывает кстати ну да ну назой им болванка такая болванка там внутри бывает начинена разными опту сейчас припасов вообще много сейчас есть там для дронов припасы для шрапне вдаль для пехоты для танка отдельная для вроде транспортера почему стоимость снаряда разная проповедь должна быть как снаряд это самый дорогой самый снаряд он очень точно попадающий как вот в химорсах дорогущий вот вот это проповедь должна быть у нас такая и что в этом снаряде самое такое вот нас поражать должно не только осколками ну понятно что люди придумали это для убийства но мы это как бы за борт выбрасываем пускай мы стреляем по склонам гор нам нужно чтобы лавина спустилась не засыпала альпинистов не засыпала там людей которые ходят в горах там метеорологи и так далее это есть такие есть такая артиллерия горная которая занимается обстрелом горных вершин знаешь об этом да и вот нас этот снаряд привлекает проповедь сделай снарядом а потом еще хлебом насущным водой что он старят почему-то просто ряд говорит игнатихнович он милитарист или чё мы так потом ты будешь верующим и столкнешься с этим и скажешь это этот игнатихнович он кто такой-то вообще снарядом сделай проповедь я чё я же должен быть пофицифистом а тут он про снаряды говорит нет я не понимаю да ну вот я тебе задание могу дать этот этот стих разобрать игнатий тихоносе чтобы ты понял и вот кстати а тут есть местописание или нет мне интересно так это у нас к оглашенным это у нас страница 236 а тут нету местописаний кстати у него где-то есть местописания где-то нету здесь местописаний нету а как сик называется к оглашенным называется что больше всего тебя поражает снаряне ничего тебя ничего тебя не поражают я вот люблю технику я вообще я благоговею пред господом в том что он сделал для людей в семнадцатом веке это просто поразительно что господь сделал а что он сделал порох а я тебе задавал задание ты его не выполнил научно-технический прогресс а точно у тебя не дошли до него руки поэтому снаряд для тебя ничего не значит а сначала люди через дуло забивали вот так пули а потом развитие революционное автоматического оружия революционное когда началось знаешь воображение не сработает если много не знаешь но это нужно не для знаний тебе а для того чтобы слово божие приблизить к людям я сейчас через это приближаю к тебе слово божие я не просто хвалюсь знаниями своими или еще что-нибудь мне только это нужно для того чтобы ты приблизился к слову божьему потом почему мы используем много эпитетов нам понятных но для людей сегодняшнего времени мы должны в этом разбираться спокойно снарядах там в оружии каком-то пулеметы это все вокруг нас это рядом все это повлияло на развитие человечества на развитие военной науки и на развитие конечно же этой дипломатической мысли люди сейчас не так хотят воевать никто не хочет под пулемету попасть допустим там в начале двадцатого века попали ну в конечном итоге там все пришло к тому что революция там германии примирились слава тебе господи здесь революция в россии примирились с германией тоже слава тебе господи перестала кровь литься началась гражданская война опять кровь пошла пока не прогнали белых краснопузые не выгнали страны все кровь лилась и все люди искали как примириться как это страшное оружие столько людей убивают так никогда не выкашивала народ как бы как бы а все это было оказывается уже причем при иудейском народе было помнишь там слона ведь я показывал до доброва убил или азар и лизер воин герой герой иудейского народа в той битве погибло миллион людей как напишет слово божие вот такие вот дела и господь все это показывает нам а многие говорят она где же бог где же бог бог он же справедливость почему он вот допустил того что столько людей убивают потому что проповедь снарядом не сделали слова бога не сделали патроном пулей пур пуля дура штык молодец под суров придумал это но это точно чтоб стрелять и штыком колоть а господь берет меч духовный возьмите с собой припаяшь по бедру себя сильный мечом твоим духовный меч поэтому тут игнотик начни из милитаристских побуждений вспоминает снаряд ну за место снаряда возьмем возьмем такую допустим такое но ты должен сказать что снаряд он несокрушимый он все равно долетит до своей цели и ударит куда надо что у нас еще несокрушимое есть а снаряде господь не говорит ничего но он говорит о стрелах говорит о стене и говорит он и и ремии они стали против тебя как львы а я горит лицо то я сделаю стеною и затупятся когти их и пообломают они клыки вот так несокрушимое снаряд он несокрушим он долетит до цели а он летит далеко очень далеко может лететь а трикошетить может да допустим туда не попал туда попадет совершенно правильно мы даже не знаем где проповедь божия становится может летать и летать и ты тут точно должен знать когда тебе тяжело подожди я же обладаю снарядами несокрушимой мощности и достаешь слово божие вот оно слово божие вот вот для пьяницы вот пьяницы для немилости вот тебе словом это пуля штык и все и написано от этих двоих которые придут и он евангелистические пророки от их у из из их уст будет исходить смерть вот так вот кто будет против них ну как велика действует это все поэтому проповедь проповедь сделай снарядом хлебом насущным водой хлеб насущно это уже понятно то есть ты должен говорить к людям обращать обращать к ним слово божие как будто хлеб кушаешь как будто дышишь как будто воду пьешь как будто живешь вот ты же живешь ничего встал утром пошел пока ты молодой еще у тебя ничего не болит когда старый тоже там что-то болит там ты можешь стать вот тут болит там болит мне сон приснился что бедро у меня болит бедро так заболела ночью и мне сон снится и я как будто не могу ходить все а мне врачи там как-то через компьютер говорят ты должен сам себе ампутацию ноги сделать вот отрезать ее и потом к нам приезжай мы тебе тут новую поставим будет нормально все я натачиваю ножик там кто-то ходит я такой невозмутимый и режу сам себе ногу прямо отрезаю так неудобно главное наклоняться тут туда-сюда прямо отрезал ее так оторвал и не вот не как-то спокойно все правильно делают что оторвал и эту ногу а потом сестры набежали я грунт на больницу вести я чуть ходить не могу на одной ноге то чуть не подумал что как я до больницы то доскачу жена моя там лена гладыщук и они меня на какой-то каталке везут а нога неудобно у меня так лежит игру чё стороне ногу то мою держите поближе ко мне прижмите тогда это она тут правильно будет как бы лежать они мне прижали его нормально сейчас довезу они мне там пришьют новую я буду ходить как следует ничего болеть не будет невозмутимый совершенно прям непоколебимый и главное там и господа прославляю еще чего-то там такое песенку песню какую-то пою такой прям довольный прям счастливый странно вообще такие есть если сны прямо не ужасная тут вроде непонятно господь будет отсеки ногу правую твою отсеки руку правую глаз себе выткни господь говорит а потом идет это не значит что прямой отрезать ногу и руку а близких твоих отрезать от себя если они тебе не дают идти за словом за словом за христом понял как все очень ответственно и ты должен прямо отрезать спокойно где-то в толковании златоуста я читал он говорит что ну там люди задают вопрос как же там вот родные там маму любит отца там жену детей а господь говорит если кто возлюбит там мать или отца более нежели меня детей более нежели меня тот не достоин меня говорит господь так вот у меня вопрос вот по вопросам приблизительным к оглашенным и вот это третий вопрос обрели свободу во кресте иисусе от домашних своих родителей супруга соседи по работе вот 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 как раз это к этому относится вот и господь говорит настанет такой день судный когда господь разведет тебя от всех твоих вот ты будешь один и все люди от тебя будут стороне и ты увидишь куда пойдут твои родные близкие так далее и когда господь их поведет в ад то ты будешь очень спокойно если вдруг тебе в рай ты попадешь в небесной обители ты будешь совершенно спокоен вот тебе господь даст такую правду истину в голову на сердце и все что ты будешь понимать ты все вспомнишь и так далее как они хулили бога как ты им говорил о боге они или кто-то другое они не принимали окажется не только ты им говорил о боге другие говорили только они об этом даже не вспоминали и ты просто прославишь бога за все и они спокойно пойдут не будет там никакой луковицы за луковицу вытащил за кусочек хлеба какой-то выдернул там из ада кого-то там ангел и так далее ну там придумывают эти папы да я очень много придумал придумок чем не читал таких что ли да ты что но самая известная это придумка когда там мать плачет о сыне господи да у меня такой хороший был там помогал и так далее но и газ ну господь посылает ангел ангелы и уговаривает уговаривает но но и потом ангел говорит ну понятно то есть я тебя не уговорю но вот давай ты сама все увидишь только когда ты все увидишь и увидишь что сын сам не хочет просто он не не может выйти из ада то ты перестанешь докучать богу конечно конечно да и он показывает все то есть он ангел летит она стоит как бы на таком утесе высоком и там кишит людьми и вот ангел летит светом освещает как прожектором вот люди копошатся и раз и вот ее сын этот и она кричит это он это он и он его подлетает и говорит держись за меня держись за меня протягивают ему руку вот так и он хватает его за руку этот сын и начинают они подниматься и в этот момент кто-то видит что он поднимается хватает его за ногу этого сына и короче такая огромная гирлянда людей вот так прям и к утесу и ангел уже так тяжело тяжело крыльями машет машет и этот сын там вот уже его лицо она видит вот близко уже все и он к ней руку как бы тянет а эти его вниз держит и ангел уже вот так как бы и все остановился и дальше не можете как из ада вылезти вы ну вымахать то все но а сын видит что он никак не может подняться понимает что его люди-то держат там такая вереница и он поворачивается с таким озлобленным лицом и начинает там ногой рукой этой свободной бить этого человека который там внизу зацепился за него и в конечном итоге вот этого его сбивает и в этот момент вот как только он сбил этот человек его дергает и он поворачивается к матери с таким озлобленным лицом уже и рука его выскальзывает из руки ангела и все падает ангел такой запахавшийся перед ней все сделал говорит что мог все не смог поднять его видишь а мать-то видит как он другого человека бил и тогда все понимает как бы и говорит ну все понятно то есть сын злобный такой не чтобы всех вытащить собой там что-то там еще он там еще что-то такое есть что он мог бы помочь и но но все такое понятие такое что он окажется злой а то мать не знала что он тут был злый злый не алкоголик и не любил ее все она знала эта мать и это мать которая там стояла на вершине горы она там рядом с этим сыном в аду как корябается вот чем дело не сказали об этом еще никто и не взял в рай в раю каждый будет со спокойным сердцем совестью отданной богу все понимать что господь делает вот так вот и ты об этом нами расскажи и отцу расскажи скажи отец мама придет время мы вы предстанете на суд раньше меня позже меня никто не знает когда может быть я раньше умру господь меня исхитит из а вы доживете там до ста лет оба дай бог скажи даже так еще но придет время когда мы все предстанем на суд христов и если вы не служили христу не шли по слову его всю свою жизнь не исповедали его своим спасителям то вы окажетесь в аду в озере огненным из и знайте что я вам не смогу помочь ничем ну даже если я буду в раю вот трудя здесь для христа господь меня возьмет себе я ничем не смогу помочь потому что между нами и вами будет утверждена великая пропасть она сейчас уже утверждена и у меня не будет к вам чувства страдания потому что я из вам сколько говорил о христе и вы не принимаете и у меня будет спокойная совесть я не буду там господа проклинать что ты делаешь меня в ад в рай взял а других там в ад а некоторые места писания приводит вот моисей сказал меня меня возьми говорил в неразумии вот там апостол павел говорил да я вот готов погибнуть за иудеев мне дорогих говорил в неразумии неразумии говорил как апостол петр не знал что говорит когда на горе они были как бы фавор никто не знает точно что за гора и он сказал давай останемся здесь господи построим трекущий тебе моисе вели и будем тут жить все время и написано и не знал что говорит написал так не знал что говорит не понимал не духовная говорил то есть не духовное говорил не духовное понимаешь не духовно мыслишь и все и таких очень много там еще луковица есть кусок хлеба есть когда богатый приезжал купец, и там нищий, дай, дай, что-нибудь, дай, а у него там он что-то ел курицу там, и он думал, как бы от него отмахнуться, тот уже зацепился за карету, он взял кусок хлеба, или там горбушку, и как ему в лицо долбанул ей. Ну и тот отцепился, конечно, упал, и такой, ну, хлеб-то рядом остался, он взял его и благодарит его. Ну и потом, когда там случилось, он в аду, то там этот, этим куском хлеба, короче, его вытащили из ада. Луковица так же точно, за луковицу выдернули с ада. Да ты почитай кучу этих прибавуток у них. Ты просто видишь, такой стоишь молчаливый, нигде тебя нету. Как они бы, они постоянно это в своих проповедях попы говорят и так далее. Ты просто не запоминаешь галиматью эту. Постоянно. Они очень любят люди об этом слышать, что ну, в конечном итоге они спасутся. Потому что, а еще лучше бы, если бы попы проповедовали реанкарнацию. Вообще было бы это супер. Сто процентов. То есть, да, бог будет судить, но когда-то потом. А сейчас, если мы умрем, то мы станем там, допустим, ну, кошкой там, или собачкой. Представь, здорово вообще. Там нас будут любить, там, или еще что-нибудь. Собачка. Милаша, милаша. Вот какая собачка. Вот она моя сладкая. Здорово. Все любят собак, все любят кошек. Я хочу тоже быть кошкой, я хочу быть собачкой. Помнишь, как это? Где хочу, поописываю, где хочу, покакаю. Хорошо быть кошкой. Хорошо собакой. Ну, это не знание слова Божьего, конечно. Да, конечно. Пользуются. Это очень удобно. Очень удобно. Вообще, без запрягов для них. К нашей церкви реакарнация, и все на место встало. Все хорошо. Все. Вообще, благословенная будет тогда религия. Здоровская. Как симхи эти, такие есть симхи. Это полуиндусская, полумусульманская религия. В 15 веке ее там изобрел один. Нанак такой был. И все у них хорошо. Все на месте. И не индусы, и не мусульмане между ними встали вот так вот. Единый Бог. Ну, такой своеобразный. И все. Никого не надо проклинать. Все. Эти молятся тем, эти молятся тем. Они когда-то дойдут. А мы умрем, будем там бабами, червячками, потом опять людьми хорошими и так далее, и тому подобное. Все нормально у них. Вообще не заморачиваются. Умирают спокойно. Что в терроризме, что просто так. Умирают, и все, и счастливы. А этот великий инквизитор, братья Карамазовы, Достоевский, когда великий инквизитор, инквизитор говорит, и мы, говорит, разрешим им грешить. Но после смерти они обрящут только смерть и червей. Все, больше ничего не будет. А они будут думать, что все хорошо, эти люди. Вот так. Так что вот тебе стих найти к оглашенному. вот, его прочитай и вопросы, какие будут вопросы, будешь задавать, и мы будем разбирать с тобой. А ты сам попробуй найти ответ все-таки. Ну и это, у тебя есть книга к истинному православию? У меня все книги, Игнатий Дихонович, у меня все книги. Ну, все книги. Ну, видишь, все книги, это хорошо, что они есть. О, Александр Шлоков. Я отвечу Александру Шлокову, я с ним ни разу еще не говорил. Хорошо? Ну, с Богом. Я отключаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok